МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Волигов. Он сегодня у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Добрый день, всем, кто смотрит. Андрей, в Нижнем Тагиле, как и по всей стране, как я уже сказал, собираются гуманитарные грузы, которые отправляются в горячую точку. Почему вы сами решили принять в этом участие и, собственно, сами отправиться на Донбасс? Просто давно уже слежу за событиями на Украине с 2014-2013 года. Внимательно. В 2018 году познакомился с ребятами в Екатеринбурге, которые продолжают оказывать гуманитарную помощь в Украине. Много через них. Вот пятый год перенаправляю лекарства жизненно необходимые, то есть килограммами важных лекарств. То есть уже давно занимаетесь, да, гуманитарными? Да, в принципе, вот с 2018 года. Ну, как бы люди, товарищи советовали поехать. Но вот сейчас как бы предсталась такая возможность. Я хотел на вас ощутить то, что я желаемое. Действительно, много стало информации поступать, в том числе вот от ребят, которые постоянно занимались с 2014-го года, что, допустим, ну, часть гуманитарной помощи скапливается, допустим, на границах, до пункта места не доходит, потому что там сейчас и границы закрыты, и ездить опасно. То есть я бы хотел, что жители нашего города, ну, хотя у нас и так ситуация в России не самая лучшая, но тем не менее, чтобы жители, собирая и отдавая последнее, все, что у них накопилось, чем могут поделиться с братским народом, чтобы это было все доведено до конца, до места назначения, именно для тех, кто нуждается в этом в первую очередь. А есть такая проблема, да, что пересечь границу, вот вы сказали, невозможно. А куда тогда приходят грузы, где они там накапливаются, или что там происходит? Ну, сейчас ситуация такая, довольно-таки серьезная. Получается так, что если раньше, ну, сейчас, по моим источникам информации, МЧС за обеспечение зеленого коридора и согласование, оно не отвечает. Оно, допустим, по территории России может быть. Если раньше, допустим, можно было позвонить главам ЛНР, ДНР, о чем-то договориться, то и сейчас первостепенно тот, кто отвечает за все, за предоставление гуманитарного коридора, предоставление зеленого коридора, поступление информации, потому что можно доехать до Луганской области, но не доехать до пунктов назначения, где действительно нуждаются, допустим, вот город Стаханов, там госпиталь, нуждаются в матрасах, пододеяльниках, подушках, потому что сейчас там все решают военные, которые ответственны за проведение спецоперации. И вот люди, которые этим занимаются 7 лет, мы вот с ними связались, вот и как бы продолжаем сотрудничество, и попросили их обеспечить нам тот самый необходимый коридор, чтобы вот все собрано, не осталось где-то там, ну, в пределах России, а было доведено до места и было передано, ну, нашей армии в руки нуждающимся. Можно узнать, что вы сами думаете по поводу проводимой спецоперации, о которой вот уже заговорили? Ну, по поводу спецоперации, я, конечно, думаю, что нужно было давно обратить внимание на ЛНР, ДНР, на просьбы жителей, что они хотели действительно, какой они выбор сделали, поддержать их в этом направлении, потому что у меня много товарищей ездило туда, оно помогало оборонять мирных жителей, они сидели там в окопах, без телефонов, без интернета, в WhatsApp, допустим, раз, ну, в полгода выходили, фотографию скидывали, потом потихоньку возвращались и уже рассказывали. То есть что они там пережили, это, конечно, очень серьёзно, то, что сейчас там происходит, это тоже очень серьёзно. Они сидели в окопах, да, вот они воевали вот эти годы, обороняли вот ЛНР, ДНР, тот народ, который выявил волю и заявление быть с Россией, и они, конечно, ждали, когда придёт помощь от России в этом плане, чтобы быстрее это всё закончить, и жители, наконец-то, спокойно, мирно спали, жили, образование получали, занимались своими делами, ну, или какую-то дальнейшую хозяйственную деятельность посвящали жизнь спокойно, детей воспитывали. То есть это нужно было, на мой взгляд, сделать давно, но есть политика, которая всё решает. И, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходит, конечно, хотелось бы, чтобы это было окончено пораньше, намного пораньше, чтобы не затягивалось так сильно. Ну, опять же, это ответственные лица принимают решения, руководство, которое ответственно за это, их решения, ну, в целом, конечно, поддерживаю, что происходит, готов помочь всем, чем могу. И вот самое главное, чтобы не обидно было нашим жителям городским, потому что сейчас там на счёт идёт всё. Там необходимы продукты питания. Продукты питания — это более важно, чем, допустим, вторые вещи, как косметика, там, детская, ну, памперсы, то есть продукты питания, потому что там действительно голод. И необходимо всё, что действительно можно дислоцировать. Это консервы, тушёнка, сгущёнка, шоколад можно, любые макароны, любые крупы. И сейчас весна идёт, период ОРЗ, заболевания, то есть там жизненно необходимы, опять же, цитрамон, аспирин, ацетилсалициловая кислота и бинты перевязочные. А на передовой сотрудникам спецоперации, ну, необходимо, в том числе, как бы местным жителям, которые защищают свою территорию, свои права, необходима мужская одежда в основном для того, чтобы переодеться, то есть футболки, штаны, носки. Ну, вот, и да, для мирных жителей, конечно, это первое, очередное, первостепенное по сравнению, допустим, с женской одеждой, там, косметикой, парфюмерией и всем остальным. Вот вы говорите, мой товарищ, там, мне сказали, а с кем вы поддерживаете отношения? Там кто-то из гражданских или тоже из военных, может быть? Ну, эти люди, они ездят периодически туда, помогают, чем могут. Но здесь обеспечивают гуманитарный коридор, сбор, помощь, подправки. Вот той, которой занимаются 7 лет. Ну, они держат постоянную связь с теми, кто там. И вот последние новости, которые поступают, вот я о них сейчас рассказал. А вас что-то, собственно, с Украиной связывает? Да, меня связывают, у меня дед с Украины, получается, маминый отец, который вырос, жил на Украине. Но в годы Великой Отечественной войны был уэквирен с Харькова, с заводом танковым, на Уралогонзавод для выпусков танков в ТЛУ. И был начальник осмены, контролировал выпуск танков. То есть он работал в ТЛУ как специалист. И после этого он остался, встретил мою бабушку, так появились, ну, мама. То есть у меня четверть крови, это украинское, 100%. В Донецке у нас много родственников, на Донбассе живут братьев, сестер. То есть и так, в принципе, не безразлична судьба украинского народа, потому что это, по сути, генетически, этнически, это русский народ. Просто то, что сейчас происходит, там, последние десятки лет, воспитывается новое поколение, о том, что они как другая каста, что ли, нация, которая не относится к русским. И получается, если сейчас приехать, взять генетический материал той и другой стороны, ну, и, по сути, одно и то же, то есть брат на брат идёт. Но это проблема, я считаю, испокон веков, потому что и у классиков, у писателей есть такие фразы «брат на брат», и там даже в религиях об этом пишется. Проблема отцов и детей, то есть это всё решаемо. Если, допустим, ячейка общества, семья, да, будут дружно жить, это залог хорошего государства и будущего нашего. То есть я считаю, то, что там происходит, это, конечно, нужно решать как бы воспитательно, путём разговоров, путём понимания семейных и традиционных ценностей нашего общего коренного народа, что у нас не может быть ничего разного. Допустим, я посмотрел по Украине, там проживает 40 миллионов населения. Я, конечно, был опешен, потому что у нас в России 140 миллионов, да. Если сопоставить то, с кем и каким количеством воюют, да, а если от этого количества убавится, от общего, да, у нас, как обычно, ну, на мой взгляд, пойдёт замещение населения путём переезда других стран. То есть вот сама национальность, как у русских, да, она будет сокращаться, но нам это зачем? Есть, конечно, ну, исторически-то сложилось там другие государства, которым это выгодно, но нам лично это не выгодно, просто нужно открыть глаза, найти общий язык, понять друг друга. Ну, если кто не понимает, ну, дать какое-то исправительное место, где они со временем к этому придут, но, по крайней мере, нужно жить нам дружно, делить нечего, нужно жить сообща, и вот сейчас, чем можем, тем поможем. Вот вы сказали о родственниках, которые живут в Донецкой области. Что они говорят по поводу вот происходящих событий? Общались с ними? Ну, они, конечно, часть областей у них нормально живут, но там, где передавая, допустим, приходят... Они, кстати, на территории ДНР или на территории, та, которая была на украинской части? Ну, территория Донецка, города Донецка. Есть, где нормально защищенные уже, то есть свободно живут в своих домах, есть на передовой, где по три недели всегда дадите в холодных подвалах, опасаясь этих всех взрывов, то, что там происходит. Ну, я думаю, это все до предо времени, пока все это не будет восстановлено, освобождено, как бы отставлены вот эти территории и права вот этого населения. Уже говорили о том, что Вы ведете сбор гуманитарной помощи. Где, вместе, с кем, кто откликается и какие вещи привезут? Сбором гуманитарной помощи в Нижнем Тагиле занимаются предприниматели, бизнес. Это на территории стройкомплекса, то есть там принимается помощь от индивидуальных предпринимателей, от ООО, то есть от бизнеса, от руководителей организаций различных. А сбор от физических лиц происходит на Ленина 31, ОПЦ, и происходит на Садовую 14. То есть в эти пункты любые желающие жители могут принести, сдать эту помощь, по крайней мере, ну, наверное, до пятницы этой недели точно. Но я думаю, в этом не нужно будет останавливаться. Кто не успеет, то может попозже собрать. Я думаю, все равно нужно будет продолжать. Если даже от Нижнего Тагила не получится в следующий раз поехать, но мы через Екатеринбург точно отправим эту помощь. То есть можно переносить любое время и даже не ограничиться вот этим четвергом или пятницей. Давайте еще раз напомним, что, например, требуется, какие вещи принимаете для того, чтобы помогать людям на Донбассе. Ну, получается, первое, необходимое, это сейчас продукты питания. Все, что можно дислоцировать, это консервы, это тушенка, это сгущенка, это любые макароны, любые крупы. Это вот то, что жизненно необходимо сейчас. То есть имеет длинный срок хранения, да, в данном случае? Да, и то, что можно, ну, да, конечно. В том числе вот получаются мужские вещи, чтобы можно было переодеваться, ну, и штаны, футболки, рубашки, там, трико, носки, ну, обувь, теплые свитера. И необходимы вот медикаменты, то есть цитрамон, аспирин, бинты. Допустим, в Красно-Туринске вот покупали цитрамон, там в одной аптеке пластинка 130 рублей, а в другом 10.30, вот за 10.30 взяли. То есть любые вот такие медикаменты в жизни необходимы, важные. И в жизни необходимы, конечно, это вот инсулин и другие, допустим, там, при серьезных заболеваниях. Вчера мы обращались на Уральский завод с просьбой оказать помощь инсулину. Нам сказали, что они уже вот вернулись оттуда, доставили 20 тонн и плюс там 500 тысяч масок. То есть они сделали тихо, спокойно, вот так, как им нужно делать. Молодцы. Благодарю вас за участие в нашей программе. О том, как ведется сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, нам рассказал активист-общественник Андрей Волигов. Всего доброго. Оставайтесь на ТГИЛ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова